Уже более трех лет студентка политеха Алина Бабенкова производит уникальные крио-десерты. Они делаются с добавлением жидкого азота. Идея производства возникла у Алины, когда она училась в 11 классе. А после победы в международном конкурсе «Мой первый бизнес» работа закипела. Сейчас десерты девушки можно попробовать на различных площадках фестивалей, проходящих в Самарской области. У нас получилось сделать линейку напитков, крио-коктейлей, которые способны восполнить недостаток витаминов и минералов в организме человека. Если говорить о продукции, которую мы еще выводим в массы, это крио-мороженое, крио-смузи, крио-коктейли, крио-лимонады. Выставка, сделанная в Самаре, традиционно проходит в день рождения города. Каждый год количество участников растет, что говорит о благоприятном бизнес-климате, отмечают в профильном департаменте. В рамках проведения Дня города уже стала доброй традицией проведение выставки, продажи сделаны в Самаре. Сегодня более 50 предпринимателей из таких отраслей, как легкая промышленность, туризм, продукты питания, сфера услуг, представляют свою продукцию как раз жителям города и нашим гостям. На торжественном открытии выставки побывала глава города Елена Лапушкина. Посетили площадку и иностранные делегации из Бреста и Уральска. Зарубежные партнеры прибыли накануне Дня города, 9 и 10 сентября, чтобы обсудить дальнейшие шаги сотрудничества между городами-побратимами, а также поздравить жителей с Днем рождения Самары. Уважаемые жители города Самара, искренне поздравляем вас с праздником города. Желаем, чтобы Самара и дальше так же ярко сияла на небосклоне крупных российских городов. Я почему-то не сомневаюсь, что наши побратимские отношения, при всем может быть относительно непаритетности по численности населения, вы больше, в несколько раз, будут наполнены реальным контентом, реальным содержанием. Как отметили представители профильного департамента, подобные выставки – отличная возможность продемонстрировать производственный потенциал Самары не только жителям города, но и иностранным партнерам, которые заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.